здравствуйте дорогие друзья к нам уже вот пришла весна ведь я даже щурюсь потому что не хочу сидеть солнцезащитных очках потому что по моему мнению это немного неприлично к своим зрителям и меня иногда спрашивают какие накамерные светильники я использую сейчас речь пойдет именно том переносном свете это не касается съемок студии когда мы используем там большие светильники там с зонтами какими-то или софтбоксами я начну со старых светильников которые остались у меня от прошлых камер для которых требовалось много света для съемок в темных помещениях самым первым светом это у меня был flat 160 по ссылочке в описании для тех кто заинтересуется у меня ссылка на страницу на сайте где перечислено все оборудование которое использую вообще все то есть камеры микрофоны все 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 поэтому может там найти как все это называется этот цвет принципе неплохой нехороший то есть обычный среднестатистический свет ему нет никаких нареканий для съемках на банкетах на мой взгляд он сейчас избыточен потому что среда чувствительна современных камер но если это естественно не кроп камеры от canon достаточно высока поэтому использовать такой огромный нет необходимости самый неудачный светильник это вот этот вот опять же название его даже не помню после здесь нигде не написано по ссылочке в описании там все это есть мало того что у него абсолютно неправильная световая температура самих светодиодов то есть используются самые дешевые какие-то конченые светодиоды то есть для того чтобы он светил белым светом классическим до который ну принят по умолчанию для светодиодных светильников здесь используется еще какая-то коричневатая коричневатый светофильтр в общем полное убожество мало того что сам диммер регулировка яркости осуществляется очень плохо то есть по факту у него есть два положения светит ярко светит очень слабо и выключен вот он светит максимально ярко вот я кручу диммер и ничего не происходит а потом становится становится светить очень слабо и потом просто выключается и мощность его очень слабенькая ну вот я думаю даже на этом ярком солнечном свете вы поймете что светят они совершенно по-разному если вы прочитали название вы увидели что нас тест называется обзор светильника я с трудом это могу выговорить yong no yong no digital ym 300 вот этот светильник почему я решил рассказать подробно о нем их я купил самыми последними этот светильник на данный момент стоит достаточно дешево то есть его стоимость менее 4000 рублей раньше эти светильники стоили значительно дороже и у меня их три штуки мне он очень нравится для съемки но если нужно быстро создать какое-то интересное освещение для съемки в помещении то есть благодаря наличию шторок мы можем засвечивать очень узкие участки создавать какой-то там художественный свет то есть по факту этот светильник не был бы таким хорошим он был обычным среднестатистическим светильником если бы у него не было в комплекте вот этих штор как вы поняли исходя из названия здесь используется 300 светодиодов то есть чисто в номинале если принять что светодиоды у нас одинаковой мощности то он должен быть практически в два раза ярче этого светильника потому что здесь по 60 диодов и знаю что некоторые видеографы приобретают светильники такие или даже меньше для того чтобы на съемках при ярком солнечном свете днем на улице не использовать отражатель потому что как мы знаем что отражатель с высоким коэффициентом отражения то есть грубо говоря фольгированы не очень нам подходит для съемки видео потому что получается следующая история при малейшем ветерке отражатель начинает двигаться и на лице появляются блики поэтому нам нужен ровный свет так вот ставят грубо говоря используют такие осветители для того чтобы выровнять соответственно нашу световую картину но даже этого светильника несмотря на то что он является достаточно мощным не хватает по мощности вот вы видите что практически ничего не меняется и расстояние от моей руки там грубо говоря до лица всего один метр но картинка от этого менее контрастный не становится на моем лице поэтому если вы хотите использовать светодиодный свет вместо отражателя то наверное вам нужно использовать два может даже и в три раза более мощный светильник комплекте к этому свету идут три световых фильтров для разных цветовых температур в принципе я использую по факту только вот этот вот если нам нужно приблизить свет к такому свет ламп накаливания и также переходник для установки на камеру в принципе недостатком этого светильника является то что в на вот этой ручке но это чисто держатель до для рук во первых она имеет люфт то есть она болтается и как бы вы не закручивали вот этот болт вы скорее всего поломаете пластиковый крепеж но лучше от этого фиксироваться она не будет и здесь нет посадочной резьбы для установки на стойку то есть если вы хотите поставить всю эту конструкцию на стойку либо там на штатив какой-нибудь то вам нужно заменить вот эту ручку на вот этот вот кронштейн вы видите здесь обычная установка на холодный башмак а после этого купить вот такую вот штуку с целью установки ее на штатив я честно говоря не помню были ли вот эти штуки в комплекте потому что я покупал их с рук но вот одна такая есть и если в комплекте к этому светильнику эта штука есть это хорошо если нет то и вам не обязательно нужно докупать также к этому светильнику идет пульт пульт имеет функции включить выключить а также регулировку яркости но к сожалению на солнечном свете пульт не работает то есть not не могу я выживить ответе вот только с близкого очень расстояния это не всегда срабатывает короче сюда срабатывает через раз но это на солнечном свете в помещении как я же говорил работает все идеально вот диапазон регулировки мощности чтобы вы понимали примерные возможности его штука достаточно яркая на другой стороне у нас есть кнопка включения и диммер вы видите индикация достаточно яркая даже на солнечном свете то есть можно понять на какую мощность выставлен светильник диммер не имеет фиксаторов по краям то есть крутится бесконечно в любую сторону но естественно это сделано для того чтобы использовать управление с пульта если вы спросите по поводу свадебных банкетов какие именно светильники используют там я уже делал обзор это светильник годок слайд 36 он очень маломощный он мне нравится и собственно я спустя два года его использования не поменял свое мнение как я уже говорил на репортажных мероприятиях частности банкетах я стараюсь использовать максимально возможное значение ISO то есть я снимаю на ISO на 8000 на 10 и на 12000 благо мне камера это позволяет разумеется если вы снимаете там на panasonic g4 или на crop камеры от canon то этого светильника вам будет крайне мало более того даже наверно в два раза больше по яркости светильник вам все равно не подойдет и в этом то и плюс это чувствительных камер что вам не нужно как раньше на там 160 panas вот этот вешать огромный светильник и поэтому я не понимаю вот этих людей но это вот такие старая закалка операторов люди ну которым там за 50 лет они допустим ставят canon c100 mark 2 на котором если поставить шумодав внутренний шумодав на 3 на 5 можно там снимать до 20000 часов и картинка будет отличная и они вешают этот огромный фонарь светят всем глаза и вызывают дискомфорт на этом же самом банкете поэтому я этот светильник использую только для легкой подсветки а вот например если у нас большой зал либо зал неравномерно освещен то как раз таки по углам зала мы ставим вот эти вот штучки и вот тут вот есть как бы еще один недостаток у этого света у него нет дырки под разъем питания то есть по факту вы можете запитываться только от аккумуляторов но он идет комплект это обычная соневская батарея у меня их большое количество в принципе для свадебного банкета это может даже и хорошо потому что чем меньше проводов болтается под ногами тем меньше вероятность что и кто-то зацепит но если вы снимаете к примеру с этими штуками на студии то постоянно заряжать достаточно емкие эти аккумуляторы это не очень удобный также что еще хотел рассказать вообще все вот эти вот фонарики даже несмотря на то что у них впереди стоит такое расфокусирующая стеклышко да то есть ну вы видите да что она слегка замутненная все равно они дают очень резкий световой поток как делать мягкий свет вот такие вот штуки продаются это насадки на вспышки они называются пикску по моему цена его полтора доллара вот этих штук здесь используется вот такой вот материальчик и я просто напросто но я вам показываю целую когда допустим я хочу чтобы у меня был мягкий свет я вот эту штучку обрезаю и просто приклеиваю примеру на скотч но сейчас вам достаточно плохо видно потому что солнце яркое в общем это световой поток с так судя по ощущениям уменьшается раза в два но зато свет получается очень мягкий такой объемный и вы в принципе можете устанавливать светильники достаточно близко от снимаемого объекта в том числе и для съемки каких-то натюрмортов там всего такого и свет получается действительно очень хороший то есть вот эти штучки идут просто как расходный материал вот собственно все светильники которые я использую в работы для съемок на выезде для каких-то репортажных съемок и для каких-то несложных постановочных съемок как я уже говорил ссылочка на все мое оборудование которое использую внизу под этим видео поэтому не задавайте мне больше этих вопросов там и про стативы написано и про стативные головки и про все 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 подписывайтесь на канал подписывайтесь на instagram заходите на сайт всем пока друзья до новых встреч у нас